МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни один современный танк не удоставился таких восторженных отзывов, как эта бронированная гусеничная машина. Ей не страшны ни жара, ни холод. Она подтвердила свою высочайшую надежность в африканских пустынях, индийских джунглях, на крайнем севере. Т-90 в фильме «Оружие». Последнее десятилетие прошлого века ознаменовалось важнейшими военно-стратегическими переменами. Холодная война завершилась. Советские войска покинули свои базы в странах Центральной и Восточной Европы. Казалось, наступает эпоха всеобщей дружбы и мира. Но количество фронтовых сводок в средствах массовой информации стало расти в геометрической прогрессии. Более частыми и ожесточенными стали региональные конфликты. Полномасштабные войны развернулись на Балканском полуострове и Северном Кавказе. То затихая, то разгораясь с новой силой, продолжались боевые действия на Ближнем Востоке. Практика реального применения в этих конфликтах танков и других бронированных машин диктовала новые требования к разработчикам бронетехники. Вопросы противоатомной защиты или скорости танков на марше отошли на второй план. Гораздо актуальнее стали проблемой сохранения живучести танков при ведении боя в условиях городских развалин или своевременного обнаружения противотанковой ракеты. С 1973 года бронетанковые части и соединения советской армии оснащались танком Т-72. Для своего времени он обладал высокими боевыми характеристиками, отличался надежностью и простотой обслуживания. Но военная техника развивается высокими темпами, и то, что было хорошо вчера, сегодня уже устарело. Не избежал этой участи и 72-й. Разумеется, конструкторы не сидели сложа руки и непрерывно модернизировали машины. К 1979 году появился Т-72А, в 85-м Т-72Б. Защита, подвижность и огневая мощь этих машин более-менее отвечали требованиям времени. Но комплекс управления огнем остался на уровне 20-летней давности. Для танка, избранного основной бронеединицей армии, такое положение дел было совершенно неприемлемым. В конструкторском бюро Нижне-Тагильского Уралвагонзавода, детищем которого был Т-72, это хорошо понимали. Но к работе над новой машиной приступили только после тщательного изучения и осмысления тактики и стратегии применения танков в реальных условиях современного боя. Учитывались также многолетний опыт войсковой эксплуатации 72-х в различных странах и результаты испытаний в самых жестких условиях. Простейшим методом повышения живучести танка является наращивание брони. На Урале выбрали другой путь. От высокотехнологичных средств поражения боевую машину должны защитить столь же современные средства обороны. Активная разработка нового танка началась в 1989 году. При его конструировании удалось внедрить многие прогрессивные технические решения. Главная заслуга в этом принадлежит Владимиру Поткину. Поткин Владимир Иванович, талантливый разработчик бронетехники. Годы жизни 1939-1999. Окончил Академию бронетанковых войск. После Академии направлен на Уралвагонзавод, где прошел трудовой путь от инженера до главного конструктора. Принимал участие в модификации танка Т-72. В 1987 году назначен главным конструктором и начальником Уральского КБ транспортного машиностроения. За основу для новой модели был принят Т-72Б. Испытания опытного образца продолжались около полутора лет. Распад СССР и сокращение военных заказов привели к тому, что танк был принят на вооружение только в 1992 году. Машина получила индекс Т-90 и была запущена в серийное производство. У модифицированной в 2004 году версии танка Т-90С появилось имя собственное Владимир в честь главного конструктора Владимира Поткина. Т-90С Владимир основной боевой танк боевая масса 46,5 тонн длина 9,5 метров ширина 3,8 метра двигатель многотопливный дизельный мощностью 1000 лошадиных сил скорость до 60 км в час вооружение гладкоствольная пушка пусковая установка калибра 125 мм один пулемет калибра 7,62 мм один пулемет калибра 12,7 мм экипаж 3 человека Т-90 отличается высокой плотностью компоновки применением нетрадиционных средств повышения защищенности ракетно-пушечным вооружением конструкторы смогли серьезно повысить основные боевые технические характеристики машины сохранив при этом одну из главных особенностей 72-х уникальную надежность всех узлов и механизмов Т-90 имеет классическую компоновку 72-ки основное вооружение а также рабочие места командира и наводчика расположены во вращающейся башне силовая установка и трансмиссия в кормовой части корпуса механик-водитель в отделении управления в передней части танка Танк получил эффективный комплекс динамической защиты принцип ее действия прост на броне устанавливаются контейнеры заполненные взрывчатым веществом кумулятивный заряд противотанкового боеприпаса обычно пробивает броню струей раскаленного газа попадая в контейнер попадая в контейнер со взрывчаткой кумулятивная струя теряет силу встречный миг взрыв рассеивает струю по корпусу развитие танков идет всегда в единстве в борьбе с противотанковыми средствами и не стоит на месте то есть конструкторы танков конечно же учитывают наличие большого количества противотанковых средств переносных устанавливают противотанковых средств кумулятивного типа в армиях различных стран мира и при разработке танков при их модернизации принимают технические решения которые снижают бронепробивное действие этих средств комплекс динамической защиты танка Т-90 обеспечивает стойкость при обстреле бронебойно-подкалиберными снарядами калибра 120 мм и новейшими противотанковыми ракетами танк защищен и от кумулятивных боеприпасов атакующих танк сверху элементы динамической защиты установлены также на бортовых резинометаллических экранах имеются на танке и современные комплексы активной и пассивной защиты арена и штора модернизация динамической защиты в значительной степени проводилась в результате опыта боевых действий применения танков и противотанковых средств в Чечне в первую чеченскую кампанию и достаточно эффективно эта динамическая защита работает против ручных противотанковых гранатометов в первую очередь комплексы оптико-электронного подавления системы активной защиты типа дрозд, арена другие очень хорошо работают против противотанковых управляемых ракет и реактивных снарядов Т-90 оснащен 125-миллиметровым гладкоствольным орудием пусковой установкой максимальная дальность прямого выстрела 2 километра пушка получила съемный термоизоляционный кожух который повысил долговечность ствола карусельный автомат заряжания орудия обеспечивает практическую скорострельность 8 выстрелов в минуту дальность прямого выстрела 4 километра через ствол пушки можно стрелять управляемыми ракетами которые имеют систему наведения по лазерному лучу они позволяют прицельно поражать не только движущуюся бронетехнику но и вертолеты противника на крыше башни установлен крупнокалиберный хорошо отработанный на 72 многотопливный дизельный двигатель стал мощнее в полтора раза надежная и проверенная годами эксплуатации шасси 72 и его трансмиссия остались в почти неизменном виде в целом высокая степень унификации с агрегатами предыдущей модели позволяет максимально эффективно использовать имеющуюся ремонтную базу и запчасти значительно упростить и удешевить подготовку экипажей на базе Т-90 создано несколько специальных машин среди них танковый мостокладчик инженерные машины заграждения боевая машина поддержки танков бронированная машина разминирования кроме вооруженных сил России танки Т-90 имеют на вооружении Алжир Кипр Ливия Индия Индия закупила 650 танков Т-90С и лицензию на производство еще тысячи машин индийские военные заявили что в их регионе Т-90С является вторым по значимости после ядерного оружия фактором сдерживания в Индии танк получил имя Хишма Грозный в честь легендарного героя древнеиндийского эпоса ракетно-пушечный танк Т-90С по совокупности боевых и технических характеристик возможностям ведения современного боя ни в чем не уступает лучшим танкам зарубежных стран а по некоторым параметрам превосходит их благодаря высокой боевой эффективности приемлемой стоимости и поразительной надежности Т-90 стал самым коммерчески успешным основным боевым танкам последнего десятилетия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok